Когда кажется, что выхода нет, и любой шаг приближает к пропасти, решение есть. Но какую цену придётся заплатить за самый сложный выбор в жизни? Только правдивые истории людей, которые оказались на грани. К сожалению, без анализов мы не сможем госпитализировать вашего мальчика. Очередь на обследование расписана на месяц вперёд. Мы специально приехали. У сына срочные показания к операции. Ничем не могу вам помочь. Мамочка, езжайте в диагностический центр. Тут три остановки. Вы цены их видели? Согласен. Зато пару дней мы возьмём мальчика на стол. Спасибо, но у нас нет таких денег. Увы, не могу вам ничем помочь. Я уже на что угодно готова. Только бы на эти деньги, на это обследование. Мам, у тебя тушь потепла. Ой, сейчас вытру. Чёрт, пудреницу дома забыла. Ой, извините. Инга. Саша. Вот так встреча. Слушай, ты как? Как жизнь вообще? Ты здесь живёшь? Нормально. Мы тут недалеко. В области. Ну, ты знаешь. Работаю парикмахером. Сын учится. Замужем? Разведена. Кстати, познакомьтесь. Это мой сын, Влад. А это Александр. Мы вместе учились. Привет. Учились. А здесь вы? Приехали на обследование. У Владика порог сердца. Нужно оперировать. Срочно. Нам отказывают. Ма, я в магазине, мне не надо куплю. Инга. Это мой сын? Сколько ему? Четырнадцать. У меня в детстве тоже был порог сердца. Я в его же возрасте перенёс операцию. Послушай. Послушай, если это мой сын, я сделаю для него всё. Какая у него группа крови? Первая. Моя. Да. Он твой. Инга и Александр не виделись со студенческих лет. Когда-то их бурный роман обсуждал весь факультет. Всем казалось, что их отношения непременно закончатся свадьбой. Но Александр внезапно перевёлся на учёбу в другой город, а Инга скоро и вовсе бросила институт. Бывшие влюблённые, конечно, как-то представляли себе эту встречу, но разговор сразу пошёл не так, как они могли предположить. Почему Александр за все годы не поинтересовался её судьбой? И как случилось, что никто из общих знакомых не рассказал ему о том, что у него есть сын? Александр понял, что Инге нет денег на лечение сына и сразу предложил ехать в дорогую кардиологическую клинику. Ну что, палата готова. Сейчас мы Владислава обследуем. Я надеюсь, всё у нас будет в порядке. Вы пока можете заняться своими делами. Спасибо. Спасибо большое. Что, пойдёмте, молодой человек? Свалились мы тебе, как снег на голову. Я бы эту клинику никогда бы не потянула. Инга, да самое малое, что я могу для вас сделать. Слушай, а ты где остановилась? Пока нигде. Комнату хочу снять посуточно. Какую ещё комнату? Ты едешь ко мне? Саша, неудобно. Неудобно? Ещё как удобно. Смотри. Квартира у меня большая. У тебя будет всё отдельное. У него какая группа крови? Всё-таки глупо как-то мы расстались. Почему ты столько лет молчала? Прости. Для меня это действительно неожиданно. Страшно подумать. Четырнадцать лет. Сашка пришёл. Привет, пап. Мамуль. Мы руки сейчас ужинать будем. Я ненадолго хотел сообщить вам кое-что важное. Сашка, ты не жениться надумал? Кто она? Случайно не Маша? С ребёнком, которая? Мы с папой детей любим. Мамуль, я понимаю, что ты очень хочешь меня женить, но я сейчас немного не об этом. Два предыдущих брака Александра распались один за другим. Потом случались только мимолётные романы. Галина Степановна, прожившая с мужем 35 лет, была недовольна холостой жизнью сына. Даже родственники досаждали вопросами, мол, когда же Саша наконец женится, когда заведёт семью. Она отжучивалась, но в душе мечтала, что сын встретит достойную половинку, остепенится и станет хорошим семьянином, как его отец. Поэтому, когда Саша сказал, что речь идёт не о женитьбе, она расстроилась. Как родители отнесутся к новости, а внуки Александр даже представить себе не мог. Ты присядь, пожалуйста, тут. Такие дела? Саш, не пугай так. Что случилось? Сегодня утром. Я совершенно случайно, знаете, кого встретил? Не поверите. Ингу. Какую? А Борину, что ли? Да. И что нам теперь? От радости прыгать? Не знаю. У меня точно есть повод. В общем, я понимаю, что в это трудно поверить, но у меня... У нас с Ингой растёт сын. Саша, ты шутишь? Ты в своём уме? Мам. Какой сын? Ты хоть сам видел этого сына? Мам, успокойся, пожалуйста. Сейчас я тебе всё расскажу. Пожалуйста, ваш заказ. Приятного аппетита. Спасибо. Да ты ешь, ешь. Владик. Я тебе никогда об этом не говорила. Вернее, я говорила тебе, что мы с твоим отцом развелись, что он уехал и не вернулся. Но это не так. Где ты, отец? Так вышло, Пат. Ну, это я уже понял. Если бы я знал. Влад, я обещаю. Я всё наверстаю. И... Если ты хочешь, называй меня папой. Если честно, я всегда мечтала об отце. И примерно так и представляла наше стого встречи. Владу 14 лет. Так я и знала. Что знала? Прошло столько лет, а всё будто вчера. Этот разговор с Ингой до сих пор стоит у меня перед глазами. А это? Нет. Это не Сашин ребёнок. А я могу быть уверена, что ты потом не придёшь к нам и не начнёшь шантажировать нас? Не беспокойтесь. Я не претендую на вашего сына. Ты столько лет молчала? Я не хотела расстраивать тебя. А если бы я их не встретил? Ну, кто ж знал, что ты потом заболеешь. Я думала, у тебя ещё будут дети. Ты понимаешь, что моя жизнь, жизнь моего сына могла сложиться совершенно по-другому. Зареши тебя поздравить? Это же чудо. Чудо такое. С таким-то диагнозом. Теперь нечего спорить. Надо внука на ноги ставить. Образование ему дать. Да, Галя? После расставания с Ингой Александр поехал с друзьями на море. Там заболел. Болезнь дала необратимое осложнение. В результате бесплодие, без шансов. Александр знал, что никогда не сможет иметь детей, и для него это была трагедия. Родители и друзья успокаивали. Ну, сколько людей усыновляют. Можно найти надёжную спутницу жизни, и даже приёмный ребёнок будет родным. Он соглашался, но думал иначе. Поэтому известие о сыне было для него настоящим подарком из прошлого. И все силы, всю свою отцовскую любовь он направил на спасение больного мальчика. Его поддержали родители. У них появился родной внук. Ну что, прогноз в целом благоприятный. Послезавтра Влада пропилирует. Если вопросов ко мне нет, я вас тогда оставлю. Меня ждут пациенты. Большое спасибо вам, доктор. Большое за нашего мальчика. Спасибо огромное. А ты, я смотрю, уже разобрался с нашими подарками. Как планшет. Офигенная штука. Как ракета летает. Телефон вообще бомба. Друзья обзавидуются. Я там тебе дома еще подарок приготовил. Кваторокоптер. Как только тебе выпишут, сразу пойдем запускать. Круто. Спасибо, конечно. Но вы так вода избалуете. Мы живем скромно. Я никогда не делаю Владу таких дорогих подарков. Пусть привыкает. Теперь он будет жить по-другому. Детей надо баловать. Да-да. И ни в коем случае нельзя их лишать детства. Старые обиды между Ингой и мамой Александра за 14 лет никуда не ушли. И отношение к подростку только подогревало их взаимную антипатию. Бабушка хотела завалить внука подарками, тем самым подчеркивая, что их семья может дать мальчику гораздо больше, чем мама. Инге приходилось молчать и терпеть ради лечения сына. Она понимала, их не переделаешь. Зато Александр относился к ней искренне. Владу провели операцию, его состояние стабилизировалось. Совсем недавно она и представить себе не могла, что все так повернется. Она старалась не заглядывать в будущее, но не думать о том, что между ней и Александром что-то происходит, тоже не могла. Спасибо. Я так боялась этой операции. А Владика уже выписывают. Две недели прошло, а я ее помнить не успела. Предлагаю выпить за нашего сына. Не смотри на меня так. А я буду смотреть. Потому что насмотреться не могу. Я же все эти дни только о тебе и думаю. О тебе, о Владе. Сегодня совещание отменил. Сидел, вспоминал. Ты знаешь, я же никого, кроме тебя, так и не любил. Скажи честно. У тебя есть кто-нибудь? Владик часто болел. Мне было не до личной жизни. Можно сказать, что любимым мужчиной все это время был только он. Ну, хотя бы иногда ты вспоминала обо мне? Когда ты уехал, я думала, я умру. Жить не хотелось. Ты предал меня, понимаешь? Прости, я все исправлю. Клянусь. Мы с тобой поженимся. Я усыновлю Владику. Будет у нас с тобой образцовая семья. Я тороплюсь, да? Прости, просто боюсь снова тебя потерять. Александр предложил создать семью, как будто бы не было обид и предательства. Вот так взяли ластик и все стерли. Но так не бывает. Инга не считает, что деньги и положение позволяют ему все за нее решать. Да, она ему благодарна за спасение сына, но доверится полностью. А если опять забманет? Инга не готова высказать все, что думает. Эта реакция понятнее, чем оптимизм Александра. Почему он так уверен, что все получится? У Инги такой уверенности нет. Спокойной ночи. Инга, подожди. Саша, Саша, прости, я готова. Саша. Я тебя понимаю. И ты пойми меня, пожалуйста. Мы две недели живем вместе. Мне очень тяжело себя стерживать. Саша, не обижайся, пожалуйста. Спокойной ночи. Все, можешь опускать. Доктор. Так, доктор, как наш мальчик, что скажете? Все очень неплохо. Через недельку будем готовить к выписке. Но месяц-два надо будет понаблюдаться. И таблеточки не забывайте. Схему я расписал очень подробно. А это витамины? Да, это комплекс витаминов. Не дешевые, но самые эффективные. Я все оплачу. Я все оплачу. Нам с мужем ничего не жалко для внука. Доктор, если еще что-то нужно будет, скажите. Мы можем себе это позволить. Нет, думаю, этого будет достаточно. Всего доброго. Ой, ну вылитый, Шурик. Помню, когда Сашеньку оперировали с пороком, я также бегала по больницам. Леонид Аркадьевич тогда выбил отдельную палату. Телевизор привез. Видик привез. Сашенька у нас никогда ни в чем не нуждался. Вы думаете, я не хотела бы, чтобы Владико оперировали лучшие врачи. Но, к сожалению, не у всех есть деньги на частные клиники. Сколько бы я ни работала, мне никогда не собрать такие деньги. Вот именно об этом я и хотела с тобой поговорить. Так, котик, отдыхай, а мы с мамой пойдем. Ты никуда не торопишься? Нет. Так, может, по чашечке кофе? Пошли. Предлагаю попить кофе и пройтись по магазинам. Спасибо, но вы же столько всего Владику купили. Нет. Я хотела для тебя кое-что присмотреть. Ты так бедненько одета. Новые брючки, костюмчик, блузочки тебе совсем не помешают. Спасибо, но я в состоянии купить себе вещи. Хозяин барин. Впрочем, я не об этом хотела поговорить. Мы с Леонидом Аркадьевичем как-то гостили у родственников в твоем этом городишке. Он произвел на меня тягостное впечатление. Дома сплошь серые. Ни магазинов, ни супермаркетов. Медицина, по-моему, совсем отсутствует. И на весь городок всего две школы. Вы хорошо осведомлены. Владику там не место. Мальчику нужно хорошее образование. У нас здесь лицеи, гимназии, частные школы. Мы с Леонидом Аркадьевичем полностью посвятим себя внуку. Леня будет на машине его везде возить. Репетиторы, бассейны, лучшие доктора, лекарства, продукты. Все для него. Понятно. А какая роль отводится мне? Я об этом подумала. Смотри, мы тебе там покупаем квартирку. Откроем счет в банке. Начнешь новую жизнь. По-моему, здорово, а? Ехать сюда тебе нет смысла. Там у тебя работа. Стрижки, клиенты. Понятно. Вы его у меня покупаете. Ну что ты, зачем ты так? Будешь приезжать на каникулы, гулять с Владиком, ходить по кафе. Вы что, серьезно рассчитывали, что я скажу, да? Абсолютно. Владик не игрушка. Если он узнает, что вы мне сейчас тут предлагаете... То что, откажется от всех подарков и вернется с тобой в глушь? Леня, ну что? Сказала все, как договорились? Пока нет. Да куда она от нас денется? Могут ли комфортные условия заменить маму? Когда ребенку 5, 7, 12 лет, ответ однозначный нет. Но Владу 14. В таком возрасте многие ребята уже становятся самостоятельными. Пройдет немного времени и нужно выбирать место учебы. Скорее всего, уезжать от мамы. Инга понимала, что родителями Александра движет эгоизм. Это чувствуется и в их сыне. Может быть, именно поэтому Александр не смог построить долгие отношения ни с одной из женщин? Вспомним, как он сообщил родителям о неожиданной встрече. Как мальчик, который рассказывает новость и очень хочет, чтобы мама с папой были так же рады, как и он. Империя мамы – известная история. Но хочет ли Инга, чтобы ее сын был похож на Александра? Владик, привет. О, а я думал, что ты вечером придешь. Что-то случилось? Хотела поговорить. А, это, наверное, про то, чтобы я с бабушкой и с дедушкой жил. Вы же это обсуждали. А откуда ты знаешь? Они что, с тобой разговаривали? Ну да. И что ты ответил? Согласился. А что? 14-летнему сыну Инги требуется срочная операция, денег на которую у одинокой мамы просто нет. Случайно она встречает Александра, с которым в студенческие годы у нее был роман. Бывший возлюбленный понимает, что ребенок Инги – его сын. Он оплачивает дорогостоящую операцию, всеми силами пытается помочь восстановить здоровье Владислава. Родители Александра с радостью принимают новость о взрослом внуке, задаривают его дорогими подарками и завоевывают расположение подростка. Бабушка предлагает Инге оставить мальчика в их семье, тем самым гарантируя ему перспективное будущее. Инга против. Она считает, что деньги не заменят материнскую любовь, но неожиданно наталкивается на сопротивление родного сына. Купили они тебя со всеми потрохами. Ма, ты чего? Я же и мечтать о таком не мог. Чего плохого в том, что я буду учиться в лицее, а у тебя будет квартира с ремонтом? Владик, я против. Ты понял? Вообще-то, с 14 лет человек имеет право сам решать, где и с кем он хочет жить. Это кто тебе такое сказал? Неважно. Конечно, объяснить поведение подростка можно. Парень ослеплен, открывшийся перед ним перспективой жить в благополучии и достатке с бабушкой и дедушкой, которые угадывали любое его желание. Он себя считает взрослым, чтобы принимать решения. Но он еще не понимает, что такое предательство. Инга невольно сравнила. 15 лет назад Александр с такой же легкостью обрубил с ней всякие отношения. Она чувствовала себя ненужной тогда и сейчас. Поэтому решила, что пора всю правду рассказать Александру. Да нет, смотри. Все документы складываешь вот в эту папку. Угу. Угу. Владико, ну копия, Шурик. ЗВОНОК Мам, я открою. Привет. Привет. Проходи. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Так давай, я потом повешу. Я ненадолго. Вы можете считать меня кем угодно после того, что я скажу. И можете как угодно ко мне относиться. Инга, что-то случилось? Да, Саша, Влад. Он не твой сын. Не твой. В смысле? Что за бред? Да слушай, пожалуйста. Когда мы первый раз тебя встретили, ты почему-то решил, что я родила Владика от тебя. Я поняла, это шанс. Ведь денег на обследование, операцию у нас не было. Инга, успокойся, пожалуйста. Что ж ты такое говоришь, а? Ты можешь сделать тест ДНК. Мне очень стыдно. Но ты должен был знать правду. Спасибо тебе за все. И прости, если сможешь, конечно. Все это было ради ребенка. Саша, врет она. Мы с папой хотели забрать Владика на воспитание. Ей это не понравилось. Вот она и придумала всю эту околесицу. Что? Ты что я сказала? Ты с ума сошла? Меня кто-нибудь спросил? Какого черта ты опять лезешь не в свое дело? Не надо с матерью! Ты знал? Понятно, что знал. Видеть вас не могу. Саш, ну прости нас. День добрый. Здравствуйте. Чем могу быть вам полезна? Мне нужно сделать срочный тест ДНК на установление отцовства. И чем раньше, тем лучше. Срочный мы выполняем за пять дней. Раньше не получится. Вот цены. Ознакомьтесь. Меня все устраивает. Что для этого нужно? Любой образец ДНК вашей второго участника. Кровь, слюна, ушная сера, волосы, ногти. Свой материал вы можете сдать у нас. Есть кому взять материал у ребенка? Это не проблема. Хорошо, тогда ожидайте. Специалист сейчас будет. Спасибо. Александр испытывал двойственные чувства. Ему хотелось знать правду, но он боялся, что эта правда отнимет у него сына. Александр постоянно твердил себе, что признание Инги ложь. Что это всего лишь способ отомстить его матери и увести сына. Через пять дней он получил результаты теста ДНК. Я до последнего надеялся, что Владик мой сын. Ты, наверное, меня ненавидишь. Так меня еще никто не кидал. Меня тоже. Ты меня бросил, забыл? Я поехал учиться. А ты сразу же закрутила с этим Романцовым? Нет. Мне мать все рассказала. Не сразу. Ты перестал мне звонить. Потом сменил номер. Думаешь, я не знала? Про Дашу, про Карину. А с Романцовой меня не крутила. Это было... Да мне плевать, что у вас там было. А я расскажу. Я столько раз мечтала тебе об этом сказать. Помнишь, ты приезжал на каникулы. И мы собирались у Ленки. Ты делал вид, что меня там нет. Вот тогда я и решила тебе отомстить. Выпила и пошла к Романцову. Так вот, кто у нас папа Владико, да? А чего ж ты к нему не пошла за деньгами на операцию? Романцов. Романцов предложил мне сделать оборки. Сказал, что никогда не признает этого ребенка. А потом укатил за границу. Там и живет. Ты так говоришь, как будто я в этом виноват. Да... Одевайся. Одевайся. Слышу, не глухой. Ну что, ваша выписка уже готова. Можете забрать в регистратуре. Спасибо, я сейчас поделу. Хорошо, не болейте. Спасибо. Аферистка, я тебя засужу. Я видела тест ДНК. Владик не Сашин ребенок. Я вам об этом и говорила. И что ты думаешь, после всего этого тебе это так с рук сойдет? Я не могла допустить, чтобы с Владиком что-то случилось. Понимаете? И не надо прикрываться ребенком. Цели, может быть, и были благородные. Но деньги, как миленькое, вернешь. У нас хорошие адвокаты. Так ты... Так я не его сын. Ты соврала. Я тебя ненавижу. Владик. Владик. Владик! Не заперто. Он сбежал. Я не могу его найти. Выбежал из клиники и все. Как сбежал? Почему? Твоя мама ему все рассказала. Он... Он обвиняет меня. Пожалуйста, Саша. Он же после операции. Мне не к кому больше идти. Ну, тихо, 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 успокойся. Ты в полиции была? Нет. Он после операции на сердце. Ему нельзя много ходить. Он должен принимать лекарства. По нескольку раз в день. Все заявление указали? Да. Фотография ребенка имеется при себе? Да. Сын? Нет. Просто помогаю знакомым. Спасибо, что помог. Не ожидала, если честно. Не мог же я тебя бросить в такой ситуации. Я же не последняя сволочь. Я хочу, чтобы ты знала. Тогда в ресторане я говорила правду. Жалко, что ты уже ничего не исправишь. Ты куда сейчас? Не знаю. Мы собирались уезжать. Ключи от комнаты я сдала. Поехали ко мне. Да ладно, давай, давай. Я же не брошу тебя, я сейчас воду на улицу. К черту все, что случилось. Сейчас главное найти Владику. Пойду гляну, кто это. Не волнуйся, все будет хорошо. Привет. Принесла твой любимый пирог. Мам, ты позвонить могла? А что такое? У тебя там кто-то есть? Приехали. Ты кого это в дом пустил? Она б тебя ноги вытирает, а ты ее тут чаем поешь? Мама, если честно, вообще сейчас не до тебя. Владик пропал. Тебе лучше уйти. Хорошо. Приятного аппетита, сынок. Уйду лучше я. Тихо, 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 тихо. Ну куда ты сейчас пойдешь? Через час последний автобус. Вдруг Владик приедет домой. Мне лучше быть там. Поздно уже. Пойдем, я тебя такси вызову. Пойдем. Я уж думала, не дождусь тебя. Ох, я крутила она тебя. Я так и чувствовала. Вот никогда я ее не любила. А я любил. И расстались мы, между прочим, из-за тебя. Чем она тебя не устраивала? Это ты же мне постоянно на мозги капала? И что теперь? Я дважды был женат. Дважды. Детей у меня больше не предвидится, а у тебя внуков. Посоветуй, пожалуйста, мам, как жить дальше. Тебе было всего 20 лет. И карьеру с ней ты бы не сделал. Зато мы были бы уже женаты. И у нас был бы ребенок. Может, два, может, три. Об этом ты не думала? Нет? Не думала. Я все поняла. Это я во всем виновата. Не надо меня провожать. Спасибо, сынок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Галя. Галочка. Леня? Я зову. Зову. Что-то случилось? Нет, я тут документы перебирала. Ставь чайник. Будем чай пить. Ну, иди. Уже иду, Галочка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Кто там? Александр Даемк fill Зачем он сюда приехал? Аж на Thanh ДимаTorzok 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 Пустили в дом? Проходи. Чай будешь? Не откажусь. Инга, тебе не кажется, что мы совершаем ошибку? Кажется, только я не знаю, как это исправить. Давай попробуем начать все сначала. А как же твоя мамочка? Не преувеличивай ее влияние на меня, у нее есть папа, а у меня есть ты и Влачка. А вот и Галина Степановна. У меня балкона нет. Куда спрячешься? Под кровать или в шкаф? Зачем приехали? Мы, Сашенька, тоже не ожидали тебя здесь увидеть. Так давайте так, чтоб я долго не объяснял. Я собираюсь сделать Инге предложение и ваше мнение меня не интересует. Что ты у ищешь? Мам, давай без истерик, ладно? Побереги свои нервы. Так где этот чертов тест ДНК? Вот он, Галь. Не нервничай. Все. Не было ничего. Инга, завтра с Сашей и Владиком ждем вас у себя в гости на даче. Лень, пойдем. Мясо еще надо купить. Инга и Александр живут вместе и готовятся к свадьбе. Владик уже называет Александра папой. Галина Степановна и Леонид Аркач все свободное время посвящают внуку. Тема о кровном родстве в семье больше не поднимается. Отношения Галины Степановны и Инги далеки от идеальных. Их противоречия касаются в основном вопросов воспитания, отношений с мужем и кулинария. Обиды 14-летней давности и последнего месяца не вспоминают. Понимают, что с таким трудом обретенный мир в семье может рухнуть от одного неправильного слова.